Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре черепашки Ниндии Легенды. И сегодня против боссов у нас будет сражаться Раф Космический. Именно за этого персонажа проголосовало трое подписчиков. Итак, давайте-ка я его найду. Да, вот так здорово выглядит наш Раф. Когда на него нажать, делает трюк. Угощает своего любимого черепашонка Чомпи, детеныша космической черепашки. Но он забавно хватает Рафа за палец. Ну что ж, здорово, прикольно, интересно. Ну а сейчас, друзья, относительно прокачки нашего героя. Как видите, первая, вторая и третья способности на шестой ступени. Есть возможность прокачать пассивку. Давайте-ка ее прокачать до четвертой ступени. Ну и пятая способность. Вот выстрел из бластера у нас на пятой ступени. Ну, как-то так. Есть, конечно же, возможность прокачать Рафа. Но это мы будем делать уже в следующих видео. Ну а пока давайте-ка отправимся в битву. И первый враг, против которого будет сражаться Раф космической, это лавовый монстр-бост. Его и попробуем уничтожить. Итак, вперед битву. Давайте-ка посмотрим, насколько будет хорош монстр и как удастся Рафу его победить. Итак, первого из крэнгов Раф подстрелил из своего космического бластера. Без проблем уничтожен врага. Второго мы поджариваем при помощи черепашонки Чомпи, детеныша космической черепахи. Вот огненной струей он прожаривает и уничтожает очередного крэнга. Супер. Ну а последнего добиваем особым ударом Крогнарда. Вот любимого героя из сериала Рафа космического. Ну что ж, супер. Без проблем Рафу удалось уничтожить первую волну. Переходим ко второй. И кто же здесь? И из портала выныряет лавовый голем. Из измерений Х он прибыл. Пытается сразу же напугать нашего Рафа. Вот так кричит. Вот пытался наложить негативный эффект, но Раф атакуя космическим Саи без проблем уничтожает этого противника. Что ж, победа. Враг уничтожен и Раф космический празднует победу. Ну что ж, неплохо. Итак, друзья, переходим к следующему сражению. Да, собираем награду ДНК Кейси Джонса плюс ингредиенты для прокачки. Да, друзья, кроме того, я не докупил вот кусочка пиццы. Давайте-ка сразу же докуплю. И отправимся за следующим боссом. А следующий босс это у нас шагающий танк Крэнгов, которого и предстоит победить Рафу. Итак, первая волна. Кто здесь у нас? И это у нас Крэнги. Вот один уже в костюмчике. И остальные с какими-то ашистами. Итак, давайте-ка я попробую выбить пока вот при помощи удара Крогнарда одного из Крэнгов, который в руках у которого Жезл. Итак, мощная атака. Противник уничтожен. Отлично. Вот очередного Крэнга я пытаюсь подстрелить из бластера Рафа. Вот неплохо. И что же? И Крэнг уничтожен. Да, друзья, конечно же, в первых эпизодах враги слишком слабенькие. И, в принципе, Рафу удается их уничтожать без проблем. Но дальше будет все серьезнее. Тем не менее, первая волна уничтожена. А вот для второй волны у меня уже не хватает сил. Вот. Использовал Раф свои суперспособности. И теперь остался только первый удар. Ага. Вот обновился удар Крогнара. И сразу же Раф космически его и использует. Мощная атака. Крэнг уничтожен. И мы переходим к следующему. Ваги пытается обстрелять Рафа. Он неплохо держит удары. Вот. Добивает очередного противника. Отлично. Итак, выстрелом с бластером добиваем последнего Крэнга. И переходим к боссу. Да. Отлично. Ну что ж, здорово. Итак, где же этот босс? А он спрятался в горе мусора. Шагающий танк Крэнгов. Вот Раф вызывает его на бой. Он как-то вот встает на ногах, расшвыривает мусор и пытается обстрелять Рафа. Вот, в свою очередь, Раф поджаривает его при помощи черепашонка. Итак, мощная огненная струя просто шутя выжигает танк Крэнгом. Ну что ж, здорово. Отлично. Итак, очередной босс уничтожен. И мы переходим к с вами дальше, к следующей битве. Давайте-ка посмотрим, кто же нас там будет ожидать. Итак, наша награда ДНК Железной Головы. И мы переходим к следующему боссу. А следующий босс это у нас Шреддер, против которого и придется срадиться Рафу. Так, Раф космически стремится в атаку. Вот встречает его и целая куча фута. Причем есть обычный, есть и четырехрукеви. Ну давайте-ка я, друзья, начну с обычных. Итак, Раф стреляет из бластера. И что же, удастся ли ему добить противника. Кстати, красный треугольник означает, что урон уменьшен. Зеленый треугольник урон повышен. Тем не менее, атакуем пока обычных футов. Суперфуты наносят больше повреждений. Как видите, у них по четыре руки. Ну, пока с обычными футами наш раз справиться без проблем. Четырехрукеви футы атакуют. Один даже привлек себе внимание. Но это, конечно же, напрасно. Вот, подключаем черепашонка и выжигаем очередного крэнга. Фута, прошу прощения. Итак, фут уничтожен, а последнее добиваем космического мсаи. Ну что ж, неплохо. Итак, первая волна уничтожена. Переходим ко второй. А во второй уже четырехрукеви футы и маусеры. Причем по маусерам повышен урон, поэтому я их выбью в первую очередь. Вот, пытается как-то отбиваться, но у них нет шансов, так как Раф стреляет. Вот, должен подстрелить. Есть. Очередной враг уничтожен. Вот, четырехрукеви футы пытаются ранить Рафа, но пока у них недостаточно сил, чтобы нанести хорошие повреждения. А вот Раф, в свою очередь, без проблем, используя свои супердары, уничтожает противника. Да, супер. Ну что ж, остался последний фут, которым мы поджариваем при помощи черепашонка. Итак, Чомпи полыхает огненной струей и выжигает противника. Здорово. Ну что ж, третья волна и здесь уже встреча именно с Шреддером, с боссом. Задумался с Шреддером на своем троне, решил сразиться с Рафом Космическим, и это его ошибка. Так просто Рафа не победить. При помощи своего любимого Космического Саи он без проблем уничтожает Шреддера. Да, вот, закоротил его контакты, электрические разряды поражают Шреддера, и мы побеждаем идеальной победой на три звездочки. Итак, наша награда, а наша награда это ДНК пульверизатора плюс ингредиенты для прокачки. Супер. Итак, друзья, добрались мы до четвертого босса главы. Это у нас гигантский босс гриб, которому предстоит победить Рафу, но вначале нужно будет пройти через его защиту. Итак, мелкие люди грибы плюс терминаторы тараканы, мутировавшие в летающих монстров. Вот начну я с людей грибов. Итак, выстрел Брауз Бластера. Вот, уничтожает одного из грибочков второго, а второй пытается контратаковать. И вот мутанты из терминаторов тараканов пытаются при помощи кослотных шариков забросать Рафа. Ну что ж, Раф неплохо держит удары, и ударом Крогнарда пытается выбить очередного человека гриба. Очень мощный удар космического Саи, а противник уничтожен. Отлично. Вот, подключаем черепашонка. Итак, Чомпи выплевывает огненную струю, поджаривая очередного мутанта. Отлично. Остался последний мутант терминатора таракана, которого Раф без проблем добивает. Ну что ж, супер. Итак, следующая волна, в которой нас встречает пятерка людей грибов. Вот, мощные враги, но у них нет шансов, так как Раф стремится к атаке, стремится победить босса. Тем не менее, как видите, враги налаживают на себя положительный эффект. Это уклонение. Теперь, вот, удары Рафа могут проходить мимо, что, конечно же, не очень здорово. И я начну, друзья, выбивать того грибочка, у которого нет уклонения. Выстрел из бластера, поражает противника. Отлично. Удалось уничтожить очередного гриба. Вот, люди гриби не отстают, пытаются навредить нашему Рафу. Он неплохо держит удар. И да, вот спал, спала с некоторых грибочков способность уклонения. Поэтому Раф сразу же и выбивает того, у кого нет этой способности. Отлично. Сработал удар Крогнарда. Вот, тем не менее, вот, очередной грибочек, вот, прокачал уклонение. Ну, а я попробую все-таки его поджарить и выжить при помощи огненной струи Чомпи. Итак, полыхает огнем космическая черепашка, выживает, выжигает предпоследнего грибочка. Ну, а последнего мы попробуем добить космическим Саи. Есть. Ну, что ж, и самое интересное, друзья, битва с боссом. Причем, я не уверен, удастся ли мне его выбить с первого удара. Хотя, все возможно. Вот, когда-то, помню, друзья, когда проходил только эту игру, никак не мог уничтожить этого босса. Вот, с самых первых моих видео, очень мощный мне казался противник со временем. А сейчас, вот, достаточно одного удара космического Саи, Рафа, чтобы уничтожить этого противника. Ну, что ж, победа. Победа противник был, вот, серьезен, но слабоват, как для Рафа космического. Ну, а вот, следующие боссы уже пойдут покруче. Итак, наша награда ДНК Донателло, плюс инвент для прокачки, а мы переходим к боссам пятой главы. Это лавовый и ледяной голем, против которых и предстоится сразиться нашему Рафу космическому. Вот, попадаем в измерение Х, вот, кардинально меняется обстановка. Как видите, здесь гигантские роботы крэнгов, плюс крэнги на шагающих платформах. И нам нельзя позволять, чтобы они ранили Рафа. Вот, выстрелом своего космического бластер Раф выжигает одного крэнга на платформе. Вот, второй из крэнга пытается обстрелять Рафа. Они, кстати, прокачали дополнительную атаку, что уже не очень здорово. Вот, пытаются расплющить Рафа. Но Раф подключает черепашонка. Итак, огненная стрия выжигает очередной танк крэнгов на шагающих платформах. Ну, забавный механизм. И вот осталось еще использовать суперудар. Космические саи Рафа превращаются в огненный хлыст, которым и он разрезает вот одного из гигантских роботов крэнгов. Причем, вы видели, как он забавно обстреливает вот Рафа. Вот, открывается люк. Вот, вот, из определенного места и идет обстрел. Супер. Ну, что ж, вторая-вторая волна. Давайте-ка пока я уничтожу крэнгов гуманоидного типа. Вот, как людей, только с бластерами. А потом примемся из остальных. Ага, один из крэнгов даже привлек себе внимание. Но я не думаю, что это ему поможет. Итак, что же. Вот, атакует враги, а я подключаю Рафа космического, который пытается подстрелить вот очередного врага. Итак, что же. Что же этот крэнг. Да, его удалось выбить. Вот, пытается обстрелять крэнги на шагающих платформах, но я не думаю, что это им удастся. Итак, урон минимален. Но я пытаюсь выбить гигантского робота крэнга, пока он не нанес повреждения Рафу. Мощный удар. Очередной враг повержен. Отлично. Подключаем черепашонка Чомпи. Вот, огненная струя выжигает нового противника. Здорово. Ну что ж, остался последний вот шагающий танк крэнгов. Причем на четырех вот забавных лапках, как паук. Вот, и у него нету шансов. А мы переходим уже непосредственно к битве с боссами. Итак, где же они, лавовые и ледяной голем? Выбивают панели, вырываются из скрытых вот туннелей, пытаются выяснить, кто из них сильнее, кто из них круче, но когда замечает Рафа Космического, решает объединить силы и победить нашего героя. Итак, лавовые, причем заплевывает лавового нашего Рафа, а ледяной пытается заморозить. Вот, в свою очередь, Раф Космический Мсаи наносит смертельный урон в ледяном уголе, но, как видите, тот выжил. Тот выжил, даже пытается как-то контратаковать, раздубить Рафа. Ну, а я пытаюсь использовать удар Крогнарда, уничтожить лавового монстра. Итак, Огненный Хлыст наносит колоссальный урон, выбиваем лавового монстра. Вот, ледяной еще пытается что-то сделать и раздавить Рафа, но у него нет шансов, так как Космический Бластер Рафа делает дырку и уничтожает этого монстра. Да, супер. Итак, боссы пятого эпизода, пятой главы уничтожены, и мы переходим к следующему боссу. Вот, очень, кстати, серьезный враг. Вот, ДНК героям не попало, но зато мы переходим к боссу шестой главы, Крэнгу номер два. Очень сильный и сложный босс. Очень непросто его побеждать. Вот, и я надеюсь, что Рафу хватит сил, чтобы его победить. Причем, в первой волне, вы видите, встречаем Крэнгов на забавных летающих платформах. Интересно, хватит ли Рафу при помощи бластера уничтожить противника. Да, есть, удалось. Отлично, тем не менее, Крэнги не сдаются. Вот, дальними атаками обстреливают Рафа. Кстати, им удалось навешать негативный эффект. Уменьшение скорости. Вот, удалось им навешать оглушение, и это очень плохо. Вот, враг пытается продолжать атаковать Рафа. Раф плохо держит удары, друзья, и я уже переживаю за нашего героя. Вот еще враги не вешали на него негативный эффект. Уменьшение здоровья постепенное. Итак, бедняга Раф. Если так дольше пойдет, друзья, мы можем здесь проиграть. Это уже мне не нравится. Итак, тем не менее, используя удар Крогнерда, любимого героя из сериала, вот Раф космически превращает Сай в огненный схлыст и без проблем разрушает очередного врага. Вот, Крэнги пытается обстрелять, и да, им удалось навешать негативный эффект уменьшения атаки нашего героя. Вот, тем не менее, я надеюсь, что хватит, используя черепашон-скачом, и выжить очередного противника. Итак, мощная огненная струя выжигает очередного Крэнга. Отлично. Вот я только не понял, друзья, у нас был негативный дебаф, красный меч, уменьшенная атака, а вот сейчас какой-то прошел бонус, повышенная атака. Вот, и благодаря этому Раф выбивает очередного Крэнга и добивает Крэнга на летающей платформе. Итак, что здесь у нас? Да, отлично. Итак, очередной враг повержен, мы переходим ко второй волне. Интересно, кто же нас там ожидает. И это вот Крэнги гуманоидного типа плюс еще роботы Крэнгов. Вот я попытаюсь использовать особый удар Крогна до любимого героя сериала Рафа Космического, и превратив Сай в космический хлыст, уничтожить противника. Удалось. Супер. Но враг не сдается, обстреливает Рафа. Причем, друзья, для битвы с боссом не нужны все суперудары, поэтому сейчас их будут стараться как-то экономить. Вот достается Рафу, здоровье его проседает, и это, кстати, очень плохо. Очень плохо. Ну, тем не менее, ударом Космического Сай и не сумел, не сумел Раф космически добить противника. Это очень печально. Вот враг продолжает атаковать, здоровье Рафа проседает, и одна надежда на Черепашонка, что он сумеет выжечь еще очередного противника. Да, супер. Итак, гигантский, это не гигантский, это просто летающий робот Крэнгов. Друзья, кто по мульнику помнит, вот это сферы, которые разделялись из них, вот при помощи Шчуполис, вот эти роботы обстреливали довольно-таки неплохо врагов. Итак, давайте-ка я все-таки добью Крэнга гуманоидного типа, а потом уже возьмемся за роботов. Итак, жизнь Рафа проседает, друзья, и это очень плохо. Вот, тем не менее, супер удары я пока приберегу на босса. Попытаемся как-то так запинать вот этого робота, и во все оружии уже пойти на босса. Итак, все, проседает жизнь Рафа, и проседает, но, мне кажется, должно хватить сил, чтобы уничтожить босса. Ну, по крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Есть. Итак, удалось все-таки допинать, добить вторую волну, хотя это было сложно. И мы переходим к боссу Крэнгу номер 2, который спрятался в теле Ирмы. Казалось бы, невинная девочка, а в середине оказался Крэнг номер 2, который руководил этой куклой. И когда пришло определенное время, он трансформировался, разложился и атаковал черепашек. И, как видите, сейчас он обстрелял Рафа космического, нанес довольно-таки серьезный урон. В свою очередь, Раф использует удар Крогнарда. Вот, надеюсь, что этот удар нанесет колоссальный урон. Есть. И так, просто-просто невероятно. Вот большая часть здоровья Крэнга номер 2 уходит в красную зону, и мне осталось только его добить выстрела из бластера. И так, Раф космически стреляет и должен, по идее, добить противника. Да, и уничтожает Крэнга номер 2. Просто-просто супер. Итак, друзья, мы здесь победили, но вот что будет у нас последним боссом, я не знаю. Крэнг номер 1, он же Крэнг Прайм, очень крутой, сильный враг. Мы, конечно же, выиграли с вами ДНК Бибопа мультяшного, но как вот справиться с вот этим Крэнгом, я не знаю. Конечно же, все возможное я попробую сделать, но не факт, что удастся его победить. Причем, прежде чем доберемся до босса, здесь довольно-таки серьезные враги. Опять же, не факт, что удастся выбить этих вот роботов Крэнгов, Крэнгов гуманоидного типа и вот Маусера, используя обычные удары. Тем не менее, по гигантских роботах повышен урон, поэтому я сразу же использую удар Крогнарда. Мощнейшая атака космического Саи и гигантский робот уничтожен. Вот тем временем гуманоидного типа Крэнги обстреливает Рафа. Вот один из гигантских роботов привлек к себе внимание и его я попробую прожарить при помощи Чепашонка Чомпи. Итак, по мультику, друзья, это детеныш космической черепашки, вот которого взял себе питонцы Раф космический. И да, смотрите, как он круто уничтожил, как из огнемета гигантского робота Крэнгов. Просто супер. Итак, враги пытаются еще как-то обстреливать Рафа, но я уверен, у них ничего не получится. Итак, очередной выстрел из бластера. Вот, друзья, здорово, что нам удалось пока сэкономить силы и здоровье Рафа. Это очень важно, потому что босс, вот, босс Крэнг номер один, он же Мпрайм, очень больно кусается, очень снимает здорово здоровье. Вот поэтому я надеюсь, что нам удастся его уничтожить. Итак, не удалось ни с первого удара уничтожить Маусера. Кстати, он пытается... Ох, ничего себе, он восстанавливает силы, но я не думаю, что это ему поможет. Да, удалось уничтожить противника, и мы переходим ко второй волне. Вот, кстати, друзья, перед встречей с боссом мне нужно будет сэкономить все силы, но пока я все-таки использую удар Крогнарда, чтобы приведить силы, потому что тоже нельзя терять здоровье. Итак, мощнейшая атака. Вот, Крэнг гуманоидного типа уничтожен. Ну, а вот враги, в свою очередь, пытаются... Ага, вот один из роботов Крэнгов, вернее, Крэнг прокачал скорость для своего отряда. Вот роботы Крэнгов обстреливают Рафа. Ну, пока-пока, в принципе, особо проседания здоровья не видно. Чуть-чуть, конечно же, врагам удалось снять, но я думаю, сейчас мы попробуем добить очередного робота, и для этого, конечно же, подключим черепашонка. Огненная струя, и выжигаем очередного противника. Ну что ж, да, друзья, сейчас я еще использую выстрел из бластера, а дальше я буду стараться как-то экономить заряды, вот, уже на финального босса. Итак, интересно, удастся ли Рафу Космическому добить противника. Мощный выстрел, да, противник уничтожен. Итак, остался Крэнг гуманоидного типа и его робот. Вот, граната, кстати, нанесла довольно-таки приличный урон. Это неприятно. Вот, все-таки хотелось во всеоружии выйти на босса, но, возможно, сейчас мы это и сделаем. Итак, удар Крогнерда я пока приберегаю, а пытаюсь нанести побольше повреждений обычным ударом. Как видите, Крэнг выживает, но ненадолго. Вот, ударом Космического Саи Раф из космоса добивает противника. Ну что ж, друзья, супер-супер, просто-просто невероятно. Финальные сражения, финальный бой. Крэнг номер один против Рафа Космического. Итак, выползает, взбирается на дом, используя щупальца. Злобно кричит, пугает Рафа. И сразу же наносит мощнейший удар щупальца. И здорово, что он прошел мимо. Вот, и еще стреляет какой-то электромагнитной пушкой, пытаясь снять часть здоровья. Кстати, это ему удалось. Ну, а я использую любимый удар Рафа. Итак, Саи превращается в космический хлыст. Наносим очень мощный удар. Третью здоровье вот Крэнга Прайма удалось снять, но это все, что удалось сделать. Итак, Крэнг номер один обстреливает Рафа. Здоровье чуть-чуть проседает, и я подключаю уже Черепашонка. Мощная огненная струя. Вот, поражает Крэнга номер один. Вот, удалось выжить еще часть здоровья. Но пока это все. В свою очередь, Крэнг номер один обстреливает Рафа. И здорово, что удары проходят мимо. Ах, зацепил. Друзья, как зацепил, обидно. Тем не менее, выстрелом из бластера Раф пытается добить противника. Удастся или нет? Да, есть. Итак, Раф космический все-таки добивает Крэнга номер один. Друзья, я, честно говоря, переживал, что если не добью, он добьет Рафа. Тем не менее, Раф лучше всех. Раф крут. Раф побеждает Крэнга номер один. Крэнга Прайма. И мы получаем идеальную победу. Просто-просто супер. Ну что ж, друзья, благодарю вас за ваши отзывы и комментарии. За то, что пишите, каким героем проходить битвы с боссом. Опять же, пишите под этим видео, с каким героем вы хотите, чтобы я сразился с боссами в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну и, конечно, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.